Всем большой привет! Меня зовут Наталина и сегодняшний видео целиком полностью будет посвящено всему лицу первых впечатлений. Боже мой, как я обожаю этот формат. Сегодня у нас с вами дофига всего нового. У нас, кстати, с вами новый тонт на Сан-Сибирли Хиллс. Я что-то даже забыла, что я его заказывала. У нас с вами палетка от Наташи Динона, которую я все никак не попробую. У нас с вами моя первая, первая, пока единственная пиар-рассылка от Культ Бьюти. Ее мы тоже с вами будем вскрывать. Извините за мой голос, я что-то приболела. Потом у меня здесь есть что-то от Миши Ведяева, что-то от Мака, Art Makeup, Шесейда Романова Makeup. И мы с вами сегодня будем распаковывать новую коробочку израильской косметики, израильского коробочного сервиса Land of Beauty. Ну что, давайте скорее переходить к распаковкам, к нанесению ко всему. Давайте начнем с вами с распаковки коробочки Land of Beauty. Как я уже сказала, это израильский коробочный сервис. Я ее, конечно, уже чуть-чуть открыла, посмотрела, что там. Это выпуск Зима 2019. У них коробочки стоят 39 долларов. И сейчас, когда состав вот этой зимней коробки открыт, ее уже нельзя купить саму по себе. Ее можно купить только в наборе с весной 2020. Ну, на самом деле, тут прям много всего. Если вы можете оформить две коробочки за 78 долларов, и зиму вам уже отправят в самое там какое-то ближайшее время, а весну отправят, когда придет, собственно, срок, потому что эта коробка выходит один раз в сезон. То есть, примерно каждые три месяца, насколько я понимаю. Так, в этой коробке... Это было громко. 39 долларов. Коробочка стоит уже с доставкой в Россию и в страны СНГ. В остальные страны нужно уточнять все-таки на сайте, либо же в службе поддержки. Ко всем своим коробочкам они прикладывают красные нити из Иерусалима. Я вот ношу такую. Так, у нас с вами Кедма. Это маска. Я всегда в шоке, честно говоря, от этих коробочек Land of Beauty, потому что в них всегда столько косметоза, столько просто всего. Так, ну-ка. Так, что у нас тут дальше? Себу Калм тоже мне очень нравится. Этот бренд израильский. И это бальзам для губ. О, вот это всегда полезно. Смотрите, какой большой. Так. Он с маслом ши. Супер. У меня как раз бальзам какой-то заканчивался. Ну-ка. Мне, кстати, почему-то очень щавит лицо от этой маски. Дальше бренд какой-то. Минус 417. А, минус 417. Это, наверное, уровень же Мертвого моря. Он там минус сколько-то метров от моря. Это, наверное, минус 417 метров. Ну, если я говорю какую-то фигню, просто не обращайте внимания. Так, увлажняющий крем для рук и увлажнитель для тела. Все запаяно. Крем для рук я пока не буду открывать, потому что у меня пока я еще из предыдущей коробочки не допользовала. Дальше. Боже, вот эта штука, я не знаю. Это что такое? Это, короче, средство для интимного пилинга, для интимного отбеливания. Блин, мне предлагали прислать для этих целей набор целый, потому что можно прям купить себе систему интимного отбеливания за 171 доллар. А, ну это плюс выпуск весна. Ну, в общем, я не рискнула сотрудничать по этому продукту. Насколько я поняла, это можно, сами понимаете, куда намазывать. И на подмышки. Но, знаете, когда кожа пигментируется, вот тогда это можно наносить. У меня пигментации пока таких проблем нет. Уть-фу-ть-фу-ть-фу. Поэтому не знаю, буду я такое это пробовать использовать или нет. Напишите, пожалуйста, в комментариях внизу, что вы думаете по этому поводу. Так, у меня здесь еще вот этот минус 417. В общем, тут непонятно, куда это мазать, но написано, что на суперсухую кожу это можно наносить, и что он успокаивает очень сильно. Круто-круто, классно. Мне кажется, это, ну, наверное, можно и на лицо, и на тело. Насколько я понимаю, он мультифункциональный. Вот как раз сухая и раздраженная кожа. И это я. Здравствуйте. Дальше у нас еще Себу Калм. Это SPF подкрашенный. Я уже посмотрела. У него SPF, знаете, 29. И он чуть-чуть подкрашенный. Боже, это вот просто вещь для меня. Потому что я терпеть не могу вообще вот без макияжа, вообще без каких-либо средств появляться там на пляже, например. Ройалти, Кедма. Кедма, кстати, есть несколько магазинов в Москве, по крайней мере. И это прям такой супер лухари бренд. Я сейчас хочу посмотреть, сколько вот это стоит. Потому что, мне кажется, ну, судя по упаковке, что это какой-то тяжелый люкс. Офигеть! Этот крем стоит 16 тысяч рублей! Что? Просто что? Простите, что? 16 тысяч рублей? Здесь на сайте Кедмы в России можно купить VIP-членство. Оно стоит типа там 9 тысяч рублей на год, насколько я поняла. С помощью этого VIP-членства вы получаете скидку 30%. И там вообще какие-то плюшки. Но в любом случае даже с скидкой 30% это 11200. Это вообще ничего страшного, что это 180 долларов. То есть это просто вас в плюс относительно этой коробки выводит просто на раз-два. Хотя вот эти все средства, мне кажется, ее уже купили. Боже, как повезло! Так, давайте-ка смотреть. Здесь есть, конечно же, вот эта ложечка. Я пользуюсь сывороткой Кедма до сих пор. Ой, какой вкусный пахнет. Он такой прям плотный-плотный. Мы его сейчас, естественно, нанесем. Конечно же, за 11200 это что не нанести? Состав просто пипец нереальный. Очень крутой. Вот это я хочу очень сильно пробовать. У меня руки все высохли. И крем для тела мне тоже понравился. Но я его, наверное, оставлю. Вот такие вот. Но вот эти вот штуки я, скорее всего, буду просто с собой брать. Как миниатюры, когда я там в командировки какие-то езжу. На самом деле, здесь всем я могу пользоваться, но только пилинг, конечно, под вопросом. Знаете, вот сразу вспоминается фильм «Борат». Кто не смотрел, посмотрите. Нет, не «Борат». Бруно тоже с Сашей Баронкоином, где он там ходил себе задницу отбеливать. Короче, ну такое. Знаете, я себя чувствую с семиклассницей, которая смеется при слове «многочлен». Вот примерно так я себя ощущаю, находясь рядом с этим продуктом. В общем, еще раз хочу вам крайне-крайне настоятельно порекомендовать сервис Land of Beauty. Потому что у них коробки и товары, которые просто в этих коробках, они просто фантастические. Вы видели? 16 тысяч крем. Ну как бы, алло вообще. Кто еще не купил? Мы идем к вам, что называется. В общем, вы можете сейчас на сайте доступна опция купить выпуск «Зима 2019 плюс весна 2020». Также вы можете купить себе систему интимного отбеливания плюс выпуск «Весна». Либо просто выпуск «Весна 2020» за 39 долларов. Вот, видите, цена уже включает доставку до России или по странам СНГ. Остальные страны уточняйте. Класс-класс-класс. В общем, сейчас я подожду, пока маска закончит свое действие, и мы продолжим. Я сейчас сняла маску, и у меня реально пощипывало лицо. Было ощущение, что кровь приливает у меня к лицу. Но сейчас я сняла маску, и лицо вроде особо не красное. Чуть-чуть буквально промокну влажным полотенцем, чтобы излишки маски убрать. Ну и давайте нанесем крем. Ладно, я даже сделаю вид, что я пользуюсь лопаточками, хотя меня вот хватает просто, знаете, на пару раз. Потом все равно это... Потом все равно пальцы такие... У него аромат приятный, свежий. Вообще я против ароматизаторов в косметике уходовой особенно. Просто Наталина и праймер, шок, непонимание и все такое. Так, это у нас бренд Art Makeup, и это увлажняющая сыворотка. Так, наносим, и ее необходимо распределить вбивающими движениями. Давайте сделаем сначала все-таки глаза. Так, я нанесу Sincro Glow, это Shiseido, консилер. Я уже как-то наносила на него макияж. И знаете, в чем засада? В том, что у меня тени скатались часов через пять, чего со мной практически никогда не происходит. Зачем я снова его наношу в качестве базы под тени? Чтобы провести следственный эксперимент. Итак, у нас Наташа Динона, Метрополис, Метрополис, Метрополис ХЗ Пэлот. Я пока не свочи не делала, в один цвет только ткнула пальцем. Почему у меня столько времени заняло, чтобы начать ее тестировать? А, шут его знает, потому что всегда находилось что-то более какое-то нужное, какое-то более интересное и более актуальное. И вот мы здесь. В общем, давайте, не знаю, какой макияж сделаем. Давайте я начну в любом случае с вот этого переходного оттенка. Эту палетку, кстати, мне нифига в пиар не прислали. Мне ее пришлось покупать на Культ Бьюти. Вы знаете, в свете моих последних обзоров, конечно, на Наташу Динону вообще не факт, что они мне еще что-то пришлют. Просто они такие, что типа суперклассные палетки, они редко присылают. А вот там всякие тональные, там консилеры, помады вообще. Сразу же нижние века прорабатываю. Здесь очень много оттенков, которые в формуле таких полукремовых. Они, конечно, немножко странные. И я их поношу и пойму, как они носятся, потому что раньше эта формула имела тенденцию к скатыванию. И я начинаю нанесение этого темного цвета, начиная с нижнего века. И увожу, в принципе, это практически в стрелку, но ее получится потом растушевать. И будет как такой классический затемненный уголок. Дальше я хотела нарисовать стрелку, типа черным цветом. И думала, что вот этот черный, но он оказался темно-темно таким бирюзовым. И он прям очень такой кремовый. Я им вывожу стрелку с нижнего века. И вывожу тоненькой кисточкой стрелку. Конечно, вот эта формула теней рисует просто офигенно. И очень классно именно с графикой работать. Но вот насколько стойка будет, я вот пока понять не могу. Дальше на бочонок я набираю вот этот оттенок. Он так красиво сияет. И наношу его, растягиваю прямо от внутреннего уголочка, но где-то до центра радужки, наверное. В слизистую карандашу Турбан Декей в оттенке Рокси, синий, сияющий. И дальше вот такой оттенок. Он на самом деле доукромит. Такое золото-зеленое, скажем так. Он, конечно, полупрозрачный немножечко. То есть его хочется скорее как топр использовать. Но, тем не менее, что-то он мне понравился здесь. И дальше вот этим темным оттенком дорисовываю стрелу по подвижному веку. Видите, рисует вообще как крем просто. Тени немножко осыпаются, но в основном осыпался у меня вот этот вот голубой, который я здесь наносила. Дальше я беру тушь от Романового Makeup. Она называется Sexy Ultimate Lashes Mascara. И здесь так прикольно написано. Baby doll, you need some rock'n'roll. Это точно. У нее силиконовая кисточка остренькая. И прокрашиваю ресницы. Ну, тушь, не знаю, тушь и тушь. Какая-то она обычная. Пока я в нее не влюбилась. Опять же, возможно, ее нужно раскрасить. Так, еще хотела попробовать вот эти блестки от Chupa Chups. Мне их в PR прислали, я их вам показывала. У них три новых цвета. Вот этот, конечно, очень красивый, но он мне сюда никуда не подойдет. Вот, может быть, вот этот, ну, хоть куда-нибудь. Ну, пожалуйста. Такая, знаете, вас, типа, упрашиваю. Ну, пожалуйста, можно я нанесу? Ой. О, да. Какой-то бракованный вот этот вот аппликатор. Как-то он плохо держится. Просто на одном он вообще как-то развалился. Что это? Chupa Chups. Что пошло не так? Так, видите, что с аппликатором? Дальше тональный крем. Он, конечно, супер загорелый для меня сейчас, потому что я его заказывала в самое загорелое состояние. Но ничего, мы же можем накрасить шею. Так, давай, 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 давай. О! У меня это оттенок 300C. Ну, он наносится нормально, но он такой тоненький какой-то. Я, честно говоря, ни одного обзора вообще на него не смотрела. Так, ну тон я нанесла. Мне, кстати, нравится, как он выглядит. Вообще прикольно. Но единственное, что он, мне кажется, не самим фиксирующийся. Написано, что он люминус. Не знаю, посмотрим, посмотрим. Как нормально вообще цвет руки просто. Не в первый раз. А консилер мы нанесем снова Шесейда. Он мне, кстати, в качестве консилера, я его с ним уже несколько раз пользовалась. Мне он очень нравится. У них еще тональные новые вышли. Их еще я пока не успела затестить. Но консилер это пипец, это просто нечто. Классно перекрывает всякие нюансы. И как-то, не знаю, садится на кожу тоже очень красиво. Я хочу сделать кремовое скульптурирование. Это скульптор от Romano Makeup. Я наношу чуть повыше, потому что все равно при растушевке чуть-чуть опустится эта вся линия. Но этот оттенок, он немножко такой тепленький, поэтому я, в принципе, люблю для скульптурирования такие большие оттенки. То есть он и как бронзер тоже, в принципе, нам сойдет. И вот такой кисть in Beauty Stars 1 начну втушевывать. Тон, кстати, Анастасия вроде как фиксируется. Непонятно. Я стараюсь этот скульптор сильно прям не мазать. Потому что иначе могу тон убрать с лица. Поэтому если мне вдруг будет темновато, когда я закончу растушевку и нанесение, то я просто наберу на спонж еще чуть-чуть тона и пройдусь сверху. Нос выглядит прекрасно. Я чуть-чуть на палитру сейчас нанесу тон. Наберу каплю на спонж. Я очень люблю, если я корректирую нос, что я делаю далеко не всегда. Я делаю более такие графичные линии. И потом это все сверху прибиваю тоном и выглядит в итоге достаточно прилично. Я просто не фанат, когда прям адски видно сбоку. Сказала Наталина и сбоку все видно. Ну, как есть. Ну, в принципе, как-то так оно получается. Мне кажется, более-менее прилично. Но есть, конечно, всегда вероятность, что это кажется только мне. Так, в качестве пудры, естественно, я сейчас попробую бейкинг. Я купила пудру Джеффри Стар. У меня в оттенке беж. Она очень сильно пахнет... Как это называется? Короче, вы поняли. Нет, вы не поняли. Сладкой ватой. И это омерзительно. Мне это совершенно не нравится. Может... Ну, я вообще не понимаю, зачем, во-первых, ароматизировать пудру. Во-вторых, оно постоянно залетает в нос, этот аромат. Пока брови у меня запек... Брови... Пока лицо запекается, сделаю пока брови. Причесала их. Карандаш я возьму от Mixit. У меня в оттенке Madness Brunet. То есть, Brunet, господи, с насморком. У меня вообще вот здесь вот как будто просто подушка внутри. На карандаше не хватает щетки. Где щетка? Карандаши без щеток, мне кажется, должны быть просто вообще запрещены законом. Поскольку это достаточно темный оттенок, я его прям аккуратненько наношу по нижней границе. И вот так вот в чесу, блин, уже, кстати, красиво получилось. Вот такие карандаши люблю использовать как раз для того, чтобы аккуратненько заполнить, да, какие-то пробелы. Ну, такая техника подходит, в принципе, для тех, у кого волоски есть на бровях. Просто чуть-чуть, видите, заполнили пробелы, причесали. И очень естественно выглядит. И обязательно нужно это все вчесывать. Поэтому у меня вопрос. Где моя щеточка? Так, румяна у меня что-то новых нет. Я, кстати, ресницы приклеила. Так, я возьму тогда румяна Revolution в оттенке Рубард и Костард. Так, румяна у меня что-то новых особо нет. Мне, кстати, так нравится, как скульптор выглядит на коже. Но я возьму румяна Revolution. Я думаю, что надо сначала все-таки убрать бейкинг. Ну, как бы смести его на вот этот скульптор. Работает пудра от Джеффри? В принципе, хорошо. Но запах. Нанесу румяна. Кстати, очень даже приятный румяна. Прям очень мягкая какая-то у них текстура. Дальше хайлайтер. Я возьму вот такой от MAC. Он называется Sun. Это их коллаборация с пони, с блогером. Коносим. Эта коллекция вдохновлена, насколько я помню, картами Таро. Таро, Таро, Хаза. Короче, Таро буду называть. О, красивый. Там вроде есть солнце и вроде есть луна. Он кажется прям супер белым на экране. Но это обманчивое впечатление. Это такое прозрачное золото. Золотишко на практически, да, на прозрачной базе. И как-то хочется его чуть подполировать. Ну вот пальцем я его, видите, вполировываю. И получается намного более нежный эффект. Ой, ну смотрите, я прям реально бронзовая богиня. Арт-мейкап я возьму финишную пудру. Она называется Beauty Photoshop. Я пыталась открыть дозатор, что вполне себе закономерно. Просто пудра плохо сыпалась. Ну я тут соберу, ребята, со стола чуть-чуть. Сейчас нанесу на все лицо. Ой, мне кажется, она чуть-чуть сияющая. Ой, красиво. Офигеть. Смотрите, она прям реально кожу такую делает. Всю. Гладенькую. Блин, ребята. Ой, я вообще. Капец. Короче, Культ Бьюти мне прислал. Фиар. Первый раз в этой жизни. И я о нем забыла. Лох – это судьба. В общем, моя первая рассылка от Культ Бьюти – это... Та-ра-ра-ра. Аурглаз. Три аж целых артикула. Extreme Lash Mascara. Вау. Красива-то какая. Боже мой. Я вам просто вам покажу, похвастаюсь, что Культ Бьюти, напоминаю, да, мне прислал. Прикиньте. Ну, как мне? Он прислал нам, ребята. Представляете, Культ Бьюти. Это же вообще просто мечта. Ой, вот эти вот сияшки у меня, вот этот цвет есть. Я их покупала сама. Остальных у меня пока нет. И палетку вот эту прислала. Мне много задавали про нее вопросов. У меня несколько палеток от Аурглаз было. Одна, помните, может быть, кто-то на моем канале, мраморная. Она просто вообще была любовью всей моей жизни. И я не знаю, мне кажется, у меня ее кто-то подрезал. Не знаю, при каких обстоятельствах это, правда, произошло. В общем, это тоже очень красивая палетка. Здесь, по идее, хайлайтеры. Вот это. Это пудра, это бронзер, это румяна. И я, естественно, хотела это все нанести в этом видео, но забыла. Просто вся моя жизнь. Поэтому я вам просто показываю и потестирую в каком-нибудь одном из следующих видео. Сейчас давайте перейдем к губам. У меня есть карандаши для губ Романова Мейкап. Три оттенка. Более розовый ретро. Вот такой коричневый. Это оттенок Ice Kiss. И Fashion Girl. Твою мать. Ай. Вот вам и Fashion Girl. Сломал я, короче, Fashion. Вот такой тоже нюдовый оттенок. Вот такой цвет. Это у нас Mimishelini и Desert Rose. Оля такой розовый. Так, я думаю, мы остановимся на Fashion Girl и на Mimimimi. Вот на этом, Mimishelini Glossy. Карандаши у Оли достаточно мягкие. Так, ну что, наношу тинт в блеск. Эта рада ощущается как тинт. То есть оно высохнет, что ли. Не знаю. Sexy Gloss Tint это называется. Немного неочевидная текстура. И у меня есть фиксирующий спрей от Lucky Skin, Misha Vidiyeb. Видите, как красивенько. Он, очевидно, что сияющий. Ну-ка, сейчас мы посмотрим. Давайте на периферию лица сначала нанесем. Не хочу, чтобы центр сильно сиял. Ну да, оно, конечно, золотишком пшикает. Это я умно сделала, что нанесла только на периферию. Ну что, а теперь давайте мы с вами обсудим все то, что мы сегодня с вами попробовали. Итак, давайте мы начнем обсуждение с коробочки Land of Beauty. Мне кажется, это один из самых просто потрясающих составов за то время, что я их тестирую. Обязательно вот это буду пробовать. Вот эти миниатюры тоже обязательно возьму с собой. Мне кажется, выглядят очень дорого, очень круто. Вот этот крем, это просто вообще, он отбивает просто вам пять коробок разом, как минимум. Дальше тональное средство от Анастасии Беверли Хиллз. Мне в целом понравилось. Я, честно говоря, думала, что будет какой-то ужас. Не знаю, почему я так думала. Видимо, эти палетки Нарвина не прошли даром, но крем очень хорошо смотрится. Прям очень. То есть у меня какая-то супер вся ровненькая кожа. Но здесь, может быть, еще и пудра, знаете, сыграла свою роль. Мне вообще очень нравится, как смотрится моя кожа. Как вам? Напишите, пожалуйста, внизу. Мне кажется, что вполне себе красивенько. И он пока нигде там особо не собрался, ни в какие складки. Буду, естественно, продолжать тестировать его, потому что тональный достаточно сложно оценить по первому впечатлению. Но первое впечатление крайне, крайне положительное. Консилер Шесейда. У меня это оттенок 103, по-моему, да. Я пока... Мне сложно очень говорить такие слова другому консилеру, но он мне пока очень сильно нравится. Он, конечно, не такой стойкий, как Тарт, но то, как он наносится, то, как он перекрывает и маленькие какие-то цветовые нюансы, и что-то посерьезнее, типа моего лица просто, знаете, все лицо консилера. Мне он очень-очень сильно нравится. Дальше что у нас с вами было? А, вот эта сыворотка от Art Makeup. Мне кажется, я немножечко перепутала, ну, в том плане, что я сначала нанесла крем, потом нанесла сыворотку. Она очень легкая, но я предпочитаю, когда у меня более жирная текстура на лице именно в плане ухода, и поэтому мне логичнее было бы нанести сначала вот это, а потом уже сверху крем. Просто так получилось, что я почему-то думала, что это праймер, и у меня это сидело в голове, и, в общем, я такая, а... И так сойдет. Но, в целом, пока, опять же, непонятно, нужно потестировать правильно, нанеся это все. О, вот эта вещь вообще тоже из Land of Beauty выпала. Обязательно попользуюсь в отпуске, и бальзам для губ это просто супер-пупер нужная вещь. Вообще, Land of Beauty, ребят, я вот хоть с ними и работаю достаточно долго, но это тот сервис, за который вообще не стыдно, за который я вообще не краснею никаким местом, никой, кстати, покрасить каким-то местом, может, отбелить. Вообще, сплошное удовольствие работать с такими крутыми проектами, которые делают вообще такие невероятные вещи, что вы покупая коробочку за 39 долларов, вот какая бы коробочка ни пришла, вот они все приносят настолько положительные эмоции, потому что там всегда на очень большие суммы косметика, все это полноразмерное, ну, либо какие-то travel форматы, но достаточно адекватного размера, очень крутые всегда наполнения, и там только израильские производители. Так, двигаемся дальше с вами. Вот это очень красиво, но я не поняла, почему у меня из трех два бракованных аппликатора, поэтому здесь могут быть, конечно, нюансы. В принципе, эти аппликаторы, ну, там они бракованы, то, что там тряпка отваливается, ну, как бы тряпка отвал... Блин, вот она туда, что ли, отвалилась. Ну, отвалится, ничего страшного, все равно достали, там нанесли на палитру, кистью нанесли, или прям так, пластиком, но как-то меня немножечко это все-таки смущает, хотя цвета невероятно красивые. Я, по-моему, какой-то вот этот, что ли, оттенок уже в каком-то видео наносил на веки. Очень красивый продукт. Мне и предыдущие три цвета от Chupa Chups очень нравятся, и они мой неизменный фаворит, обожаю. Дальше у нас с вами вот этот скульптор от Romano Makeup. Очень мне нравится от Oli продукция, и нет, это не реклама. Ребята, почему-то все думают, что там, что шик, что Romano Makeup, еще что-то, что когда я не говорю, что мне кто-то платит. Нет. Мне просто прислали это в качестве пиар-рассылки. Мне нравится этот продукт, но он тепловат, то есть на ком-то супер-холодного, какого-то потона, он может желтить несколько. Я на себе люблю такие цвета. В принципе, я практически никогда не контурируюсь вот этими холодными бежевыми оттенками. Я предпочитаю такие боли с бронзой. Ну, вы знаете, бронзовая богиня на минималках, иногда на максималках, просто здесь. Имейте в виду, что если у вас какой-то стойкий тональный крем, то эта вещь может его просто разъесть. Поэтому я бы рекомендовала наносить только на тональные средства, которые не полностью самофиксирующиеся, с естественным или с более влажным финишем. Дальше. Пудра от Джеффри. Мне нравится, как она работает, она матирует, хорошо все держит, но этот запах, мне кажется, это ужас. Напишите, что вы думаете по поводу парфюмированной косметики. Я как-то, я скорее против, чем за. Финишная пудра от Art Makeup мне очень нравится. Она с легчайшим сиянием, которое придало, смотрите, моей коже. Ну, вот на фронтальной части, на центральной, какой-то лоск. Мне кажется, очень красиво. И я прям действительно увидела действие. Мне очень-очень понравилось. Хайлайтер от MAC. Насколько я знаю, это лимитированная серия. Я не скажу, что это просто что-то умереть и не встать. И вообще вот эта коллекция очень интересная, красивая и очень-очень достойная. Потом тушь, кстати, Романо Makeup. Я пока не поняла. Просто тушь и тушь. Вообще ничего особенного. Я пока люблю очень свою тушь от Ardeco Angel. Что-то там Angel, короче, она называется. Так, ну, этого товарища, давнего моего фаворита, вы уже видели. Карандаши. Карандаш для бровей от Mixed. Мне нравится цвет. Мне нравится, как оно наносится и как оно легко вчесывается и вычесывается в брови. Но где моя щетка? Хочу я спросить. Обязательно нужно делать щеточкой все продукты для бровей, даже маркеры. Потому что без щетки ну, как бы, вообще жизнь не та. Карандаш для губ конкретно в оттенке Fashion Girl мне понравился. Хорошая текстура, достаточно кремовая, при этом не слишком кремовая. Классный. Здесь есть еще кисточка для растушевки этого самого карандаша, но я это очень-очень редко делаю. Но в целом это круто. Кстати, такими кисточками можно, знаете, и пользоваться, чтобы просто помаду себе наносить. Как правило, здесь достаточно хорошие кисточки. Так, дальше. Вот это, который секси, там, что-то глосс тинт. Это как будто блеск для губ, но как будто более стойкий. Не знаю, как-то, знаете, формула немножко плотновата. Она не то, что липкая, просто какая-то, не знаю, немножко странная, необычная. Но в целом мне нравится. Не скажу, что это там самое лучшее что-то. Я бы, наверное, все-таки предпочла какую-то просто классическую помаду и все. Это потому что полупрозрачная история. Вот это куча золотых блесток, мелких достаточно. Ну, как мелких? Прям вот, ну, вот так вот их прям видно, что прям в блестках. Я поэтому на фронтальную часть лица я бы не рекомендовала это все пшикать. Это красиво, знаете, на видео. В том плане, что можно попшикать, например, там, зону текольте. И на фото будет, ну, не ужасно, но плохо, скорее всего. Потому что будет отдельные блестки видно. А так, в принципе, ну, ничего, такой продукт. Ну, не знаю, я такой не очень люблю. Не люблю блестки именно. Потом, все-таки я чуть не забыла, Наташенька, Динона. В целом, пока не знаю, палетка стоит тоже достаточно дорого. Конечно, не столько, сколько оригинальные большие палетки, да, вот такие вот. Но, кстати, посмотрите, господи. Это вообще нормально, нет? И причем они все вот эти Наташи Диноны большие превращаются вот в это обязательно. Она еще и бьется. И, ну, по качеству мне достаточно сложно сделать сейчас какие-то выводы, потому что я все попробовала. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, немало уже, да. Шесть оттен, семь. Ну, в общем, много достаточно уже попробовала. Пока мне нравится. Но тут, мне кажется, каких-то золотых много похожих. И какие-то, какие-то вот эти вот то ли матовые, то ли кремовые. Для меня самое главное сейчас поносить эти тени и понять, как себя ведет вот этот полукрем. Потому что палетка Наташи Динона Биба показала, что они могут очень сильно скатываться, в принципе, как кремовые тени. Поэтому хочу понять, как они себя ведут здесь. Потому что формула это очень классная, но ее желательно закреплять сухими тенями. А в чем смысл закреплять, если это, ну, как бы готовый, по идее, продукт, и это вот в такого формата палетки? В общем, не совсем понятно мне. И, то есть, дублей, как бы, для закрепления особо нет. Тушуются они очень хорошо, и в качестве, видите, графичных элементов наносятся прекрасно. Там, в качестве акцентов, да, каких-то. Жалко, что нету здесь много вот этого, здесь много болотного такого изумрудного оттенка, но сияние мне хотелось бы еще какое-то, чтобы было, кроме вот этого, какое-то зеленое, да, потому что это все-таки такое чуть-чуть с голубым вот под этот оттенок. Но, в общем, не знаю, есть пока нюансы, есть пока вопросики, пока не совсем непонятно. В общем-то, ребята, наверное, на этом все. Напишите, пожалуйста, внизу, что вы думаете по этому поводу, что вам понравилось, что вам не понравилось, может быть, вы что-то пробовали уже из этих товаров, мне будет очень интересно почитать. Ну и спасибо вам огромное за просмотр, не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Ну и мы с вами скоро увидимся, до встречи, и всем пока!